Продолжаем держать вас в курсе происходящего. Работаем в прямом эфире в студии Алмас Ашим. Здравствуйте. Здравствуйте. Важного для общества и государства вопроса о собственности на землю. В новой редакции эта статья будет звучать так. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Серьезно усилится и механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Кроме того, сократятся полномочия президента, усилится роль парламента и маслехатов. Глава государства еще раз напомнил, что госаппарат должен оперативно реагировать на все насущные проблемы. К слову, Касым Жумар Токаев отметил, что уже сегодня направит законопроект в Конституционный совет. Акиматы ведут слабую работу по вопросам использования пастбищных угодий. К такому выводу пришли мажоресмены по итогам поездок в регионы. Многие из них еще не определили территорию общественных пастбищ. Хотя по закону каждый местный орган должен разработать план по управлению пастбищами и утвердить его с местным маслехатом. Это главная причина того, что сельчанам негде пасти свой скот. Проблема нехватки сельхозугодий повторяется ежегодно, отметили депутаты. Для изучения ситуации на местах они посетили Акмолинскую, Карагандинскую и Туркестанскую области. Шквал критики обрушился и на Министерство сельского хозяйства. По мнению народных избранников, в ведомстве не на должном уровне проводят поисковые работы для восстановления, а также рационального использования пастбищ. Во всех сельских округах, которые мы посетили, есть проблемы. В селе Каскасу с населением в 5,5 тысяч человек всего 400 гектаров пастбищ. Мы подняли этот вопрос перед Акиматом. Единственный способ решить проблему – вернуть населению 1500 гектаров земель, переданных в нацфонд. Незамедлительно решить проблемы с дорогами в Западно-Казахстанской области поручил на днях глава государства, правительству и руководству региона. С реализацией дорожных проектов ознакомился премьер-министр Алихан Смейлов. В плачевном состоянии в области находятся 70% автодорог, что сказывается на качестве жизни населения и снижает транзитный потенциал. Капремонт трасс Косталовка-Женебек-Сайхин и Онеге-Бесен, начатый в 2019 году, встал. Подрядчики не укладываются в сроки, стройматериалы подорожали. Также главе правительства рассказали о проекте реконструкции трассы республиканского значения «Подстепная-Федоровка-Граница России». Работы только начаты. Протяженность дороги – 144 километра. Стоимость – 77 миллиардов тенге. Что касается дорог в отдаленные Женебекские и Букиординские районы, заказчики обещают сдать в эксплуатацию в этом году уже 50% трассы. Критика населения обоснованная. По объективно-субъективным факторам строительство дорог было отложено. Это пандемия и малое финансирование первые два года. Но в этом году все минусы учтены. Корректировку проектов мы сделали. И на этот год выделено 15 миллиардов. Сейчас в данный момент подрядчики начали освоение этих 15 миллиардов. До конца года мы из этих 248 километров дорог сдадим в эксплуатацию. 113 километров дорог планируем сдать. И до конца следующего года все 248 километров дороги мы планируем завершить. В этом году выделено 15 миллиардов тенге. Но если есть технические возможности увеличить объем работы и ускорить темпы, будут направлены дополнительные средства. На реконструкцию трассы под Степаной Федоровка до границы с Россией направлено 6 миллиардов тенге. Из республиканского бюджета еще направим средства. В этом и следующем году мы должны завершить эти проекты. Акиму области поручают взять вопрос под особый контроль. В северо-казахстанской области в критическом состоянии находится республиканская трасса Петропавловск-Жесказган. По словам водителей, на некоторых участках ездить уже опасно. Планируется ли ремонт, выясняла Нургуль Ахметова. Трасса Петропавловск-Жесказган соединяет с областным центром сразу пять районов северо-казахстанской области. Но то, в каком состоянии сейчас находятся некоторые участки этой республиканской дороги, у водителей вызывает одни лишь негативные эмоции. Яма на яме. То гребенка, то волна, то стиральная доска. Я вот как лично в эту сторону еду, так у меня сердце кровью обливается. Из-за машины, что жалко. Из-за разбитой трассы водители и пассажиры теряют в пути драгоценное время. Ямочный ремонт уже не спасает, жалуются автовладельцы. Десятилетиями дорогу ремонтируют, ремонтируют мелким-мелким ремонтом. Вот так вот. Даже вот этот вот щебень насыпают, насыпают. И когда встречная машина идет, и от нее отлетают камни, и стекла разбиваются. Кто виноват в этом? Мы или дорожники? Она уже давно в таком состоянии. Движение на этой трассе довольно оживленное. По данным Казов-Тожола, в сутки проезжают до 3,5 тысяч автомобилей. Из 359 километров лишь 22% дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, отмечают специалисты. На одном из проблемных участков ремонт начнут в этом году. Участок от Николаевки до города Сергеевка общей протяженностью 51 километр. Объект является двухгодичным. На сегодняшний день у нас подрядчик неопределен, ведутся конкурсные процедуры. Там порядка 2,5 миллиарда тенге. На текущий год выделено миллиард. На остальных участках, в том числе и дорога от Сергеевки до Новоишимского, ожидается лишь ямочный ремонт. Однако в планах есть и масштабная реконструкция трассы Петропавла-Жесказган, проходящей по территории Североказахстанской области. Провести эту работу намерены до 2025 года в рамках национального проекта «Сильные регионы. Драйвер развития страны». Нургуль Ахметов, Тургин Иманов, Хабар, 24, Североказахстанская область. Жители села Ток-Жайляуа Лакольского района вынуждены пить воду из-за реки. Проблема нехватки чистой питьевой воды там остро стоит последние полвека. Некоторые вынуждены ходить за ней к колонке в центр села, остальные набирают воду прямо из речки. Еще одна проблема местных жителей – это плохие дороги. Об этом Гульнар Жантасова. К реке за водой житель села Ток-Жайлау, Сарсенбек-Нурбайула, стараются приходить ранним утром. Она поступает с гор и в это время намного чище, говорит он. Вверх по реке стоит ферма, откуда скот на водопой приходит. Поэтому стараемся, пока вода чистая, набрать. У нас вся улица воду отсюда таскает. Из десяти улиц села чистой водой пользуется только одна. Жители остальных вынуждены возить ее. Ну а если нет транспорта, и в дождь и в снег, идти за два километра в центральной колонке по плохой дороге. Этот асфальт, наверное, еще с советских времен лежит. Местные власти улицы ремонтировать не собираются. Ходим по ямам и колдобинам. Все село заросло кустарником и сорняками. О благоустройстве никакой речи не ведется. Нет в селе ни спортивных площадок, ни скверов. Повсюду заброшенные дома из-за пустения. От того, что нет работы на селе, молодежь уезжает. Остаются старики из пяти тысяч человек. Население здесь осталось чуть больше половины. Мы переживаем, что со временем наше село вовсе превратится в бесперспективное. Еще есть проблема отсутствия выпасных земель и сенокосов. 95% всех площадей принадлежит крупному сельхозкооперативу. Поэтому нет у местных жителей возможности заняться скотоводством. Мы уже связались с руководством кооператива. Они выделяют 300 гектаров для сенокоса в районе третьей бригады. Постепенно вопрос с землями будет решаться. Строительство нового водопровода начнется в этом году, заверили местные власти. Все необходимые документы уже практически готовы. Ну а затем уже приступят и к реконструкции дорог. Пообещали в Акимате. Гульнар Жантасова, Хон Штургенбаев, Хабар-24, Алматинская область. Усть-Каменогорский подснос намерен опустить гаражный кооператив в центре города. На месте паркинга планируют строительство коммерческого детского сада. В областном центре не хватает дошкольных учреждений. На место в детский сад зарегистрировано до 5000 заявок. Однако сам факт передачи гаражных боксов в госсобственность владельцы недвижимости считают противозаконным. Якобы уведомление об изъятии частных территорий, полученный постфактум, без проведения общественных слушаний и согласования всех заинтересованных сторон. В земельных спорах разбирался Вячеслав Фетлугин. Сообщение об изъятии приватизированного имущества в госсобственность получили члены гаражного кооператива в Усть-Каменогорске. Владельцам гаражных боксов вручили письма от Акимата с формулировкой «Частные территории подлежат изъятию для нужд коммерческого детского сада». Его открывают в здании по соседству. Собственники недвижимости уверяют, подобные уведомления без проведения общественных слушаний банально застают врасплох. «Это протокол нашего собрания, который мы провели в среду. Был председатель зам Акима Фетченко, и вот выступил из Каков и сказал, что гаражи не будут демонтированы, они будут использоваться для детей детского сада». Судя по документам, гаражи изымают для нужд дошкольного учреждения. По информации местного Акимата, под детский сад отведут вот это компактное здание 1960-х годов постройки. Невооруженным глазом видно, что строение ныне аварийное, и на его восстановление потребуются десятки миллионов тенге. В серьезную сумму обойдется и снос гаражного кооператива, что поблизости. «Вот вы видите, детские здания 50-х годов прошлого века постройки, они не приспособлены. Капитальный ремонт и снос этих гаражей обойдется в 2-3 раза дороже, чем строительство нового детского сада». Переезжать члены гаражного кооператива не собираются. И акты Акимата об изъятии территории намерены оспаривать и в судебном порядке. Привлеченные к земельным спорам адвокаты, кстати, обнаружили ряд несостыковок в схемах передачи земель в госсобственность. «Вот как раз заслушивание они должны были провести перед принятием постановления. Мы обжаловали решение административного органа, то есть административный акт, вынесенный Акиматом города. Акимат города рассматривает жалобу сами на себя и говорят, мы проводим заслушивание. То есть это абсолютно юридический нонсенс». Представители городского Акимата предлагают членам кооператива компромиссные решения, в частности оценку имущества и возмещение ее стоимости, а также отказ от размещения детского сада и открытия в здании по соседству учреждения дошкольного образования. Тогда и боксы сносить не придется. «Есть определенные требования, требования СЭС по расстоянию между гаражами и учреждениями образования. Но оно получается, различается. Если это детский сад, то 25 метров. Если это учреждение дополнительного образования, то в принципе там расстояние меньше. И возможно с учетом обоюдного рассмотрения будет возможность поменять местами». Между тем в Усть-Каменогорске очередь в детские сады растянулась до 5000 претендентов на место. Причем здания бывших дошкольных учреждений в последние годы заняли различные отделы госорганов. «Был проведен анализ всего 18 зданий коммунальной собственности, которые были когда-то детским садом, типовыми детскими садами. Вот на этот год, да, будут возвращены постепенно. В свою очередь ждут порядка 5000 детей. Это очередность. То, что ежедневно, она ежечасно меняется». В итоге занявшим помещение чиновникам наверняка предстоит потесниться и вернуть все еще типовые здания для нужд дошкольного образования. Не обернется ли это новыми скандалами, покажет процесс передачи объектов в госреестр. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар 24. Столичных водителей за неправильную парковку теперь будут штрафовать автоматически. Делать это помогут специально оборудованные машины с фото-видеофиксацией под названием «Дозор-М». Раньше они следили только за платными парковками, а с сегодняшнего дня ТО «Парковочное пространство Астаны» передает в подмогу полицейским два таких автомобиля. Они будут ездить по городу и выписывать штрафы за парковку во втором ряду, остановочных карманах, пешеходном переходе и на заездах. Регистрировать подобные факты будут с помощью системы GPS. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрен штраф до 30 тысяч тенге. А что, до этого их не штрафовали? До этого данная работа проводилась только силами строевых подразделений. Но вы знаете, что у нас идет работа по минимизации контакта полиции с населением и сокращение коррупционных рисков. А камеры Сергея такие нарушения не фиксировали? Камеры Сергея охватывают такие нарушения, но не везде. В Шымкенте ужесточили контроль за нарушителями правил дорожного движения. Там начала работать программа Кургау. Она объединила систему Сергея, планшеты полицейских и базу Центра оперативного управления. По словам разработчиков, раньше много времени уходило на отправку уведомлений о нарушениях. И теперь это происходит в реальном времени. Камеры выявляют и отправляют уведомления полицейским даже о том, что водитель едет с неоплаченной страховкой, без техосмотра, с подложными номерами или неоплаченными штрафами. За первые часы работы новой программы удалось выявить водителя, который 107 раз нарушил правила и накопил штрафов на 5 миллионов тенге, но продолжал ездить при этом. В число нарушителей попали также чиновники. Камеры зафиксировали служебные машины сотрудников Сайрамугамского нацпарка и городских управлений энергетики и физкультуры. Информация о правонарушении поступала к нарушителю спустя некоторое время, то есть уже была неактуальна. То есть сейчас информация о правонарушителе падает в планшет автоматически, после того, как она будет зафиксирована автоматической камерой. И точно так же информация переходит в центр оперативного управления. Таким образом мы достигаем оперативности реагирования. Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в столице. На черном рынке товар можно было продать за 25 миллионов тенге. Обнаружили смертоносное зелье в ходе операции в одном из частных домов поселка Мичурино. Четыре мешка марихуаны весом более 42 килограммов. Стражи порядка нашли в угольном сарае. Владелец дома о причастности к незаконному хранению запрещенных средств отрицал. Но при этом в ходе личного досмотра у мужчины обнаружили гашиш. Еще 35 свертков готовых к реализации нашли в уборной. Подзреваемый находится в изоляторе временного содержания ведется следствие. Тем временем в МВД объяснили, почему хотят смягчить наказание за употребление наркотиков. Напомню, в ведомстве предложили перевести употребление психотропных веществ вне общественных мест в разряд административных правонарушений. По словам специалистов, такая норма позволит привлечь к ответственности всех лиц, задержанных за употребление наркотиков, и выявить скрытных наркопотребителей. Сегодня само по себе употребление наркотиков уголовно не преследуется. Если только речь не идет о деянии в публичных местах, такие факты трудно доказуемы, поскольку человек может дома либо в другом месте применить дозу запрещенных препаратов и после появиться среди массового скопления людей. При таком раскладе некоторым наркозависимым удается избежать наказания в суде. В Алматинской области украли оборудование для инновационного производства. Новый кирпичный завод в рамках госпрограммы должны были запустить в этом месяце. Технику для него предприниматель заказал в Китае. Долгожданное оборудование в нашу страну завезли, но по дороге на завод оно неожиданно пропало. В сюжете в нашем подробности. Этот кирпичный завод в Шемкенте должен был совершить переворот в строительной сфере страны. Тут планировали выпускать гиперпрессованный кирпич. Для этого в Китае заказали последние технологии. Предприниматель оплатил 150 тысяч долларов, но технику так и не увидел. В данный момент 4 единицы техники не дошли, потому что их просто-напросто украли. На Харгосе, видимо, действует какая-то схема, по которой участники ОПГ, будучи извещены о том, что выходят 4 единицы техники, проворачивают схему. История больше напоминает сценарий боевика, рассказывает директор. Как только техника заехала в Алматинскую область, неизвестный, остановив машину, разгрузили ее. Затем вместе с оборудованием скрылись. Теперь заводчане обивают пороги полиции в поисках правды. До этого тоже были такие случаи аналогичные. В нашем случае это мошенничество. Мошенническим путем обманули водителя, разгрузили. Мы только через день узнали об этом. И на машинах приехали сюда в Алматинскую область. Правда, о существовании организованной преступной группы в полиции Алматинской области пока не сообщают. Но факт кражи оборудования для завода подтвердили. То есть 4 единицы были увезены другими неустановленными лицами. В настоящее время местонахождение груза не установлено. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 190, части 4 УК РК. Тем временем строительный сезон на юге страны уже в разгаре. Только вот новое производство, кажется, его пропустит. Тут теперь ломают голову над тем, как закрыть кредит. Оборудование ведь было взято в лизинг. 50 сотрудников так и не приступили к работе. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Шемкент, Хабар 24. Состоялся рабочий визит министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в Москву, в ходе которого прошли переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня. Дипломаты уделили внимание проблеме экономической санкции. На вопрос журналистов о работе в Казахстане российских банков, попавших под санкции, глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил о мерах, принятых в стране, чтобы решить эту проблему. В частности, удалось отложить применение санкции на три месяца в отношении Сбербанка в Казахстане. По Сбербанку Казахстан нам удалось продлить применение санкций в отношении этой дочернего банка на три месяца, до 12 июня. Что позволило нам, со своей стороны, сейчас заключить сделку между Народным банком Казахстана и Сбербанком Казахстана по выкупе кредитного портфеля по розничному бизнесу Сбербанка Казахстан. И также по Альфа-банку сейчас ведутся переговоры между банками второго уровня Казахстана по выкупу дочернего банка в Казахстане. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА и ООН обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. В ходе пресс-конференции на вопрос о тысячах россиян, которые с конца февраля уехали из России в Казахстан, глава российского МИДа заявил, что граждане вправе сами выбирать себе место жительства. Он напомнил, что развитие отношений в рамках ЕАЭС призвано сделать так, чтобы экономические и социальные условия к этому располагали. Сергей Лавров ответил на вопрос, не выглядит ли надуманной якобы существующая проблема притеснения русскоязычного населения в Казахстане. Если мы будем определять наше отношение к развитию союзничества и стратегического партнерства на основе некоторых СМИ в России и некоторых СМИ в Казахстане, я думаю, мы будем немножко искажать реальную картину. Всегда есть желающие найти проблему там, где ее не существует, либо сделать из мухи слона. Мы братские страны, у нас нет никаких ограничений на перемещение наших граждан. И наши граждане, как граждане Казахстана, вольно выбирать себе место жительства. По крайней мере, в российской конституции такое право гарантировано. Пройти повторно курс подготовки педагогов просят учителей Кустанайской области. Однако молодые филологи отказываются возвращаться в ВУЗы изучать ранее пройденную программу. Прокомментировали ситуацию в МОНИ. Об этом Динара Абдирова. Даяна Ахмедбек учителем английского языка устроилась сразу же после окончания университета по специальности иностранная филология. Сейчас стаж ее работы три года. Однако во время последней аттестации выяснилось, что она больше не может преподавать в школе. В региональном департаменте по обеспечению качества сферы образования сообщили, что диплом молодого специалиста не позволяет ей дальше учить детей. Для решения проблемы ей предлагают вернуться в университет и пройти дополнительное обучение. Причем за свой счет. А это, да я, не обойдется в 350 тысяч тенге. Создали группу, где собрали всех выпускников. Нашли только один выход. Это заочное обучение, чтобы мы могли дальше продолжать работать. Ну и, конечно же, чтобы это было бесплатное обучение, какое-то финансирование со стороны государства. Так как мы не видим никакой вины, мы проучились четыре года. Мы учились на платной форме, четыре года оплачивали, четыре года обучались. Проходили те же самые предметы, которые сейчас планируются в обучении. Проходить по второму кругу обучения учителям предлагают в рабочее время. Это значит отстранение от педагогической деятельности как минимум на восемь месяцев. Это больше полугода без заработной платы. Ситуацию прокомментировал директор Ждановской школы Кустанайского района. Альмурат Ахметов не настаивает, чтобы его подопечные прошли курсы прямо сейчас. Но рекомендует сделать это как можно раньше. Недавно наша школа прошла аттестацию. Представители департамента по контролю в сфере образования проверяли все и заявили, что у некоторых наших педагогов дипломы не соответствуют специализации и рекомендовали пройти специальные курсы. Меня попросили создать удобные условия для этого – подстроить расписание под их занятия. Но мы не говорили, что будем их отстранять от работы. Как выяснилось, курсы переподготовки предназначены для тех специалистов, у которых нет педагогического или профильного образования. Несколько лет назад в стране приняли закон о статусе педагога. Согласно ему, педагог – тот, кто имеет педагогическое или другое профессиональное образование по профилю и работает напрямую с учениками. Человек в течение года готовится стать педагогом. Но он хороший специалист в области IT или в области математики. Поэтому ему дает возможность идти в школу. И это, скажем так, очень удобно и обеспечит мобильно сферу среднего образования. Прокомментировал сложившуюся ситуацию глава ОМОН. Асхатай Магомбетов заявил, что никто не вправе запретить педагогам, имеющим родственные специальности, работать в школе. Есть закон, есть, соответственно, диплом. Если человек является учителем и имеет соответствующее образование, он имеет право работать в школе. Если это учитель иностранного языка, если это учитель казахского языка или английского языка, или русского языка, и соответствующий диплом есть, никто не может запретить ему работать по профессии. Пока же молодой педагог Даяна Ахмедбек обратилась в свой университет. Там она запросила справку, которая подтверждает, что в ее программе обучения были предметы педагогического уклона. В Министерстве образования, в свою очередь, добавили, что, возможно, курсы переподготовки сделают бесплатными. Динара Абдирова, Наталья Строкова, Ежандос Битабаров, Хабар, 24. Мы на этом закончим, но немного позже вернемся. До скорого.